Подготовка к празднованию юбилея Дня Великой Победы идет полным ходом. Особое внимание сейчас уделяется занятиям с детьми, направленные они, что понятно, на патриотическое воспитание. К примеру, в областном художественном музее состоялось открытие выставки под названием «Подвигу жить в веках». На ней представлены работы школьников со всего региона. Ребята принимали участие в конкурсе детского рисунка. Тематика ясна без слов. И вот самые достойные и трогательные, по мнению жюри, работы теперь украшают выставочный зал художественного музея. Очень важно сейчас патриотическое воспитание. И оно, наверное, актуально именно в эти дни. Ребята должны знать правду. Откуда они ее могут знать? Из книг, из встреч с ветеранами войны. Но, наверное, в семье тоже должно проходить воспитание ребят. Потому что много очень фильмов, которые следует смотреть ребятам о Великой Отечественной войне. Есть очень много книг, которые родители должны дать ребятам, чтобы они прочитали. Чтобы знать, что же это за великая и такая страшная для человечества война. Целью конкурса, по словам организаторов, является воспитание у школьников чувство патриотизма и уважения к прошлому своего отечества. А также на выявление и поддержку юных дарований региона. Ребята в своих работах отразили очень многое. Правда, быть может, наивно, по-детски. Быть может, не всегда соблюдая какие-то исторические нормы и исторические точные факты. Но чувства у них были одни. Они против войны, они за мир. И они гордятся теми, кто победил в этой войне. В этом году председатели жюри отметили 52 работы от авторов с 25 муниципальных образований Рязанской области. И на этом наша сегодняшняя новостная программа подошла к концу.